Очень часто в эмиграции люди слушают чужой опыт. Когда переезжают в новую страну, естественно, люди начинают искать своих людей, которые им подскажут, поможут, расскажут, как нужно сделать, как найти работу, как убрать депрессию. Но на самом деле нужно слышать себя. Первопричиной страха, тревоги и всяких проблем в эмиграции является первое то, что прежде вы никогда не испытывали такой опыт. И не только вы, а ваши предки никогда не испытывали прежде подобный опыт. Люди, которые переезжают к родителям в другую страну, они менее подвержены депрессии, они тоже скучают, у них тоже есть тревога, у них есть страхи, но к депрессии они менее подвержены, потому что их предыдущие, то есть их родители, их предыдущий род уже проходил подобный опыт. Не то, что нужно бегать и собирать чужой опыт, нужно собирать свой опыт. Вы никогда не проживете чужой опыт. Вы можете послушать и слышать, но попробуйте запустить бизнес, исходя на чужом опыте. Вы все равно наткнетесь на свои проблемы, на свои ошибки. И первопричину нужно убирать внутри себя в эмиграции, когда действительно очень сложно и тяжело. Да, могут помогать различные БАДы, могут помогать различные мероприятия, общения, но чаще всего люди, наоборот, закрываются и сидят дома в эмиграции, не выходя на улицу по той причине, потому что у них просто нет на это денег. Им нужно просто заплатить за жилье и купить еду. Причина страхов и тревожности. Человек ставит наперед деньги, работу, но не себя. Вот если только немножечко подкорректировать в сознании, что первопричина всех проблем — это просто отсутствие опыта, не так становится страшно. Где-то там какое-то нитки напряжённое внутри как-то там отпускает немного. То же самое проходили и мы, и я, и мой муж. Мы тоже и страхи, и тревога. У нас не было предыдущего опыта эмиграции в другую страну. Мы жили в других странах, но не эмигрировали туда. Советоваться с людьми можно, но, поверьте, если вы сами найдёте себе нужного врача, не пойдёте по рекомендации, это будет лучше для вас, доктор. Мы не берём советы других людей, мы ищем свой опыт собственный. Нам говорили, не едьте в Джексон Вилл, там плохо. Мы решили поехать и создать свой опыт. Чтобы найти педиатра, терапевта, мы создавали свой собственный опыт. Мы не шли по рекомендациям, мы искали сами. Ключевое то, что вы первичны. Потом работа, деньги. Вы никогда не останетесь на улице, потому что у вас всегда будут деньги. Если просто есть в подсознании такие определённые программы, что деньги закончатся, что денег не будет, то однозначно есть такие убеждения, которые вызывают страх и тревогу. Но для того, чтобы не впасть в депрессию, нужно вытягивать самому себя из вот этих негативных денежных убеждений. Вы первичны. Потом деньги, потом работа. Все в основном видео смотрят про то, как тут работать, где тут работать. Конечно, это нужно. Я не говорю, что это не нужно. Но вы должны создать в своей голове. Если вы приедете сюда с мыслями, что здесь всё сложно и тяжело, так и будет. И наоборот, так и будет.